Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для садоводов и огородников. Сегодня разговор пойдет о клубнике, именно чем можно подкормить клубнику весной. Зима для клубники тяжелое испытание. Она очень ослабевает и вот в таком виде мы ее находим весной. Это у меня ремонтантная, поэтому у нее и листья все целые, она до самого мороза цвела и давала ягоды. Перед тем как подкормить, нужно естественно обрезать все вот эти листья, зачистить ее. Вот такая она была, вот такой она должна к подкормке быть. И обязательно прорыхлить. Прорыхление это обязательная весенняя процедура. Всю почву прорыхлили, тогда уже можно удобрять. Удобрение весной должно быть азотным. Для того, чтобы росли листья, именно в них происходит и фотосинтез, и потом зависит от количества и здоровья листья, урожая, ягоды. Самым простым и доступным удобрением, которым можно клубнику удобрить, является обыкновенный карбамид, то есть селитра. Состав такой же, одна столовая ложка на ведро воды. И вот на такой взрослый кустик достаточно пол-литра поливать подкормку обязательно по влажной почве, чтобы не сгорели корешки. Если у вас дождливая погода, или вот как у меня грунт очень влажный, можно просто гранулы разложить и заделать в грунт. Все, они сами растворятся, и будет дождик, они туда уйдут. Кроме мочевины можно использовать аммиачную селитру, это тоже азотное удобрение. Можно использовать диамофоску, нитрофоску, любое комплексное удобрение. Все, вот весной, в самых-самых ранних сроках, в начале апреля, нужно обязательно почистить, прорыхлить и подкормить удобрением азотосодержащим. Потом еще будем обрабатывать от болезней, это вот бордосской, голубое опрыскивание делать. И будем потом делать подкормку микроэлементами по листу, вне кормневую, цитовитом, потому что там есть микроэлементы, которые нужны для ягоды. Все, этот коротенький ролик нужен для того, я вот сейчас тороплюсь сказать, чтобы на самых-самых ранних сроках вы успели подкормить свою клубнику азотными удобрениями. Потом, дальше все это будет потом, но сейчас, ранней весной, нужно сделать именно это. До свидания.